13.06 в Кирове, у микрофона Светлана Занько, это программа «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня будет высказывать историк, автор проекта «Пешком по вятке» Антон Касанов. Антон, добрый день. Дурлинг. В минувшие дни Фейсбук просто взорвался обсуждениями результата работы, теперь уже понятно, что муниципальных властей по преображению нескольких домов по улице Комсомольской. Напоминаю, что их отремонтировали, их фасады и раскрасили под дымку, что называется. «Обсуждают с разных сторон, но, что интересно, не уменьшается, а, пожалуй, даже увеличивается количество критических отзывов. В частности, блогер Эдуард Патрушев вообще назвал это мероприятие, этот проект «Потемкинской дымкой». Ну, а что такое «Потемкинские деревни», наверное, напоминать нашим слушателям не нужно. Что он имеет в виду? Я его поцитирую. «Скажу сразу, с моей точки зрения, стало лучше, веселей, но речь пойдет не об этом. Со слов инициаторов этого проекта, финансирование осуществлялось из денег, выделенных на программу реконструкции привокзальной площади, так как это первое, что видят приезжающие гости. Что ж, давайте посмотрим, что действительно они видят, говорит Патрушев и сочно очень иллюстрирует свои тезисы фотографиями. Мы этот блог разместили и на сайте хакирова.ру, я думаю, что и на страничке Эдуарда можно это найти. А видят они, как пишет Эдуард, торговые центры, ярко украшенные всевозможные рекламы и чудовищную парковку. Кстати, почему не раскрашен памятник двойки с сердечком с надписью «Киров»? Также он говорит о том, что приезжающие видят киоски и палатки родом из 90-х, совершенно ужасные урны красного цвета расставлены вокруг. Ну и дальше рытвины, тенты, палатки и прочее. Похоже, все-таки у автора этой публикации, у Эдуарда Патрушева и у тех, кто критические высказывания размещает в Фейсбуке, в Интернете и в других сетях, все-таки есть сомнения в оправданности траты денег муниципальных. Как Вы к этому относитесь? Давайте разобьем, может быть, на два таких пункта. Это непосредственно сам проект, как выглядят эти дома и то, что этим в итоге занялись муниципальные власти, объявив аукционы, выделив деньги. Во-первых, я хотел бы сказать, что на самом деле дискуссия, которая развернулась, это очень хорошо. Хорошо, когда есть дискуссия, хорошо, когда есть различные точки зрения. И, слава Богу, сейчас в данный момент еще можно их высказывать, дискутировать и так далее. Благо, есть там какие-то площадки, платформы и так далее. Мнение, которое было озвучено, достаточно, наверное, интересное мнение в каком-то роде, хотя, честно говоря, я не знаю, кто автор, который, собственно, такое мнение высказал. Он не единственный вопрос, ты рассказываешь. Ну, понятно, что не единственный мнение, поэтому таким образом оно достаточно представляет определенное количество людей. На мой взгляд, вот лично моя позиция, там, Дымковские дома как проект, вот эти три дома, мне достаточно симпатично. Я понимаю задумку авторов, это идея и концепция, да, то есть люди, которые едут на железнодорожном транспорте, они едут мимо, видят эти дома и имеют определенный от этого эффект, то есть такой вау-эффект. Вот что-то интересное, что может сподвигнуть их каким-то образом более пристально, обратить внимание к городу Кирги. Эта идея понятна. В частности, у нас все-таки есть максималистические настроения, да, и, соответственно, на мой взгляд, здесь есть просто два разных каких-то, это не вдаваясь в экономическую составляющую, потому что я не очень в этом вопросе хочу проявить свою компетенцию. Дело в том, что я не разбирал глубоко, какие статьи бюджета были выделены, кто за это несет ответственность и так далее. На мой взгляд, это не лежит в русле вообще дискуссии. А что лежит в русле дискуссии, в принципе, по большому счету, это два вопроса. Первый – это вопрос, который касается статической составляющей только, то есть это нравится, не нравится. Одни говорят, нравится эта дымковская штука, тема. Трые говорят, нет, не нравится. И это первый вопрос. Тут можно дискутировать сколько угодно, и я не вижу смысла в этой дискуссии, потому что никого не убедить толком своей позиции. Потому что одним людям нравится, другим не нравится. Все, тут есть две позиции. Это первый вопрос. То есть, как мы понимаем, первый вопрос, и ответ на него лежит в тупике. Второй вопрос, это касается благоустройства при вокзальной площади. Здесь я согласен с тем человеком, который вы расстировали. Конечно, он требует и реконструкции, и всех остальных работ по благоустройству. И нужно понимать, что первый и второй вопрос, они не взаимоисключающие, они взаимодополняющие. То есть, если мы говорим о том, что нужно украсить каким-то образом, благоустроить при вокзальной площади, то да, это включает в себя и хозяйственную составляющую, то есть, это приборка, это то, что касается урн, палаток и всего остального. Ну, второе, это касается и эстетической составляющей, поскольку неплохо, что там стоит рот-объект, который у нас появился буквально пару лет назад, да. Неплохо, что там раскращены дымковские дома, это дополнение. Ну, соответственно, здесь я не вижу большой проблемы, то есть, сейчас, может быть, сдача тех людей, которые привержены такого мнения, да, то есть, это таким же образом, своим напором заставить местные власти благоустроить эту территорию, ну, вот, через те инструменты, которые есть, и все. Ну, тогда четко еще раз, я все-таки не очень поняла. Вам нравится, вам, субъективное ваше мнение, да, вам нравится, как выглядят эти три или четыре, по-моему, даже там сейчас уже дома? Мне, в принципе, нравится, то есть, я не вижу здесь особо даже предметов для дискуссии. Лично мне нравится, кому-то не нравится. Спорить с другими людьми по этому поводу, я считаю, бессмысленно, потому что это вопрос вкусовщины. Я с этим сталкиваюсь постоянно, например, когда, там, была тоже такая дискуссия по поводу того, что лучше, старый ЦУМ или новый стеклянный ЦУМ? Я говорю, мне нравится старый ЦУМ, мне говорят, ты ничего не понимаешь, новый ЦУМ клевый, все. И, пожалуйста, можно переводить сто-пятьсот тысяч аргументов, они все известны, да, то есть, и это бессмысленно, поскольку это вопрос вкусовщины. Вкусовщина, она не поддается рациональному какому-то, понимаете, измерению, да, это вопрос образования, воспитания, да, то есть, это вопрос интеллектуальных каких-то составляющих, да. То есть, у меня они такие, у других людей они другие. И я могу высказать свое мнение, но навязывать его кому-то и кого-то переубеждать, я бы мог бы, но это бессмысленно, просто бессмысленно, на мой взгляд. Не нужно тратить сюда свои лишние эмоции по этому поводу. Лично мне эти дома нравятся, считаю, что это очень интересный перспективный проект, который украшает, безусловно, город. Это если рассмотреть проект как таковой, да, без каких-то, там, подноготных, да. Как далеко может пойти, на мой взгляд, этот проект, ну, то есть, обоснованно было бы, чтобы такой проект пошел дальше, и как тогда это может выглядеть? Ну, здесь сложно сказать, поскольку, я не знаю, в планах, что дальше у строителей... Вплоть до железнодорожного вокзала. Вот, то есть, здесь, на привокзальной площади, я считаю, что это вполне уместно. Эти четыре дома, это некий комплекс, который строился в 70-е годы, да, то есть, на сегодняшний момент, как составляющая привокзального комплекса, он там устарел и действительно требовал ремонта, то есть, его в любом случае... Ремонтировали. Мне кажется, что именно с четырьмя этими домами, это вполне имеет под собой определенную почву. Это вполне завершенный логический проект, да, то, что касается входа, разукраски входа в паркирово, тоже вполне логично, на мой взгляд. То есть, пока те объекты, которые украшены под дымковский стиль, на мой взгляд, их не так много, да, то есть, вот, можно перечислить буквально, там, в течение пары секунд, они все имеют свою логику и так далее. Конечно, масштабировать это в гигантских промышленных масштабах, то есть, весь город под дымку разрисовать, это, конечно, некая, там, совершенно не логичная, мне кажется, идея, да, то есть, то, как это сейчас, в принципе, мне нравится, да, то есть, масштабировать это в огромных масштабах, мне кажется, это безвесно. Остановиться на этом стоит? Ну, возможно, да, но здесь вопрос идеи, да, то есть, как бы, какая идея, по чему вопрос, потому что, на данный момент, я достаточно давно не встречался с авторами, проекция, к всем, не знаю, какие они планы вынашивают, да, В принципе, мне кажется, похвалить людей, потому что они придумали что-то, да, то есть, у нас все-таки не так много каких-то людей генерируют идей нестандартных, да, и эта идея возникла совсем недавно, я не помню, чтобы раньше высказывали вот именно такую идею, касательно вот конкретно этих домов, поэтому я думаю, что можно людей только похвалить. Конечно, есть критические моменты, их стоит обсуждать, да, то же самое вопрос благоустройства привокзальной площади, стоит обсуждать. Это отдельный вопрос, это вопрос, который, как говорится, касательно хозяйственной деятельности. Смотри, какая интересная вещь, конечно, людей возмущает то, что, вот, вроде бы, как тратятся деньги муниципальные на то, чтобы отремонтировать и раскрасить четыре дома, в то же время вокруг такой ужас-ужас творится на этой привокзальной площади, да, понятно, почему возмущаются, это как бельмо там в глазу, когда все вокруг, это ксеро и так не прибрано. Надо напомнить, что аукционное выполнение работы по ремонту фасадов этих домов, трех домов, первый был раскрашен, насколько я понимаю, все-таки на средства благотворителей, то есть тот же самый Алексей Абжерин, который возглавляет клуб маркетологов, собирал эти деньги с людей, которые заинтересовались проектом и свои деньги туда вложили в этот проект. Оставшиеся три дома были покрашены на средства муниципалитета, и цена контракта составила 5 миллионов 550 тысяч рублей. И, естественно, комментарии, которые дальше последовали, на мой взгляд, на ваш, может быть, нет, комментарии, что в той стезе, что сначала снесем все до единого парка и сквера в городе, отдав под застройку их площади, вырубим все деревья, а затем, чтобы совсем уж тоскливо не было, раскрасим каменные джунгли в веселые цвета. То есть вот. А почему возникают такие комментарии? Такие комментарии возникают по различным причинам. Вообще есть еще определенный род демагогии, про который хотел бы сказать. Я часто с этим тоже сталкиваюсь, и в моих блогах тоже много было таких комментариев. Например, проявляется новость, будет построен новый музей. И люди пишут, а зачем нам музей? Посмотрите, дороги-то совсем все разбиты. Когда говорят, вот ученый получил грант. Зачем? Что такое? Дороги разбиты. И, соответственно, это передергивание в определенном роде. Это различные сферы деятельности, это различные статьи того же бюджета. Поэтому, в любом случае, на культуру, на туризм необходимо тратить деньги. Это аксиум. А вот интересно, правда, не каждый проект, не каждая идея, которая возникает, вот подобная там идея, находит поддержку в муниципалитете, и уж тем более в денежную поддержку. Как так удалось, Вы считаете, этот проект все-таки продвинуть через припоны различные, бюрократические? Ну, я думаю, что этот вопрос не ко мне, потому что я не знаю, как это делалось, и я очень слабо знаком с организаторами. Я думаю, стоит приносить эту студию их и спросить их, каким образом они прошли через бюрократические припоны, потому что, наверное, действительно, это было очень непросто. И нужно это у них спрашивать. Я этого не знаю, Светлана. Я здесь не занимался этим проектом, к нему не имею никакого отношения. Как житель города, я могу сказать, как житель города, что мне визуальная раскраска домов нравится вот этих четырех домов. Ну, масштабировать не стоит. Что касается бюрократических припонов, это следующий вопрос, следующая тема, к которой мы переходим. Обращаемся к интервью Валерия Федяева, это директор торгового дома Лонда. Это интервью он дал газете «Навигатор», и оно опубликовано 25.07 на сайте. Кстати говоря, он Вас также там упоминает. Называется эта статья, интервью «Застройка Аврага Засора убили всю надежду на восстановление исторической части города». Тоже очень много комментариев, в том числе и ваш. Мы его разместили на сайте hakira.ru. Что Вы говорите? Существующая застройка убивает историческое лицо нашего города, это очевидно. Это важнейшее обстоятельство, которое будет мешать туристической привлекательности Вятки. Город становится таким, как все, теряет индивидуальность, свое лицо, атмосферу и дух. Ну, во-первых, давайте начнем с заголовка. Почему Валерий Федяев такой акцент делает на Авраге Засора? И говорит, что то, что его застраивает, это страшно, это рушит все. И призывает вернуть все, как говорится, назад, то есть прекратить эту застройку. Первое, почему Засория? И считаете ли Вы, что возможно прекратить, и каким способом? На самом деле, Валерий Федяев считает, что это очень интересный человек, да, то есть человек, в принципе, бизнесмен, у него есть свое дело, почему не одно. Ну, вот человек влюблен в историю города, пытается что-то сделать для того, чтобы разнообразить как-то досуг городе, то есть сейчас музеем занимается и так далее. Многие те тезисы, которые он высказывает, я с ним согласен, да. То есть у нас, к сожалению, в застройке города у нас не существует никакой концепции, никакого порядка. Поэтому все происходит совершенно хаотично. Те решения, которые принимаются, они по-прежнему принимаются каким-то образом кулуарно или полукулуарно, и людям непонятно, что происходит. Нет единого четкого плана, как это все будет развиваться и так далее. То же самое касается исторического облика города. Сейчас очень много говорится про развитие туристической привлекательности и про то, что вот туристы к нам приведут, на что они посмотрят. Но, на мой взгляд, конечно же, этот вопрос не сдвинется с мертвой точки, когда не будет полного порядка в сфере градостроительства. К сожалению, сейчас можно констатировать, что порядка никакого нет, вообще никого нет. То есть все происходит, каждая стройка привлекает в себе внимание, скандал за скандалом и так далее. То, о чем говорит Валерий Федеев, насчет врагов засора здесь тоже. Мне лично до сих пор непонятно, что появится во врагах засора, какая концепция их застройки, то есть сначала было одно, потом второе, третье. Валерий Иванович, я думаю, что тоже не понимает, что к чему. И, к сожалению, это все очень сказывается именно на облике города. Он, Валерий, имеет в виду, что вот эти овраги, сами по себе, это городообразующий элемент, да, это элемент, без которого невозможно было представить наш город долгие-долгие века. Что бы хотел видеть там, Валерий Иванович, я не совсем знаю. То есть, судя по интервью, хотел бы видеть там рекреационную зону. Я в этом плане как раз хотел обратиться к планам архитекторов прошлого. Например, есть очень известная рукопись, известная для архивистов, для историков, рукопись главного архитектора города Евгения Громаковского, он стал в 1936 году, ему было тогда 30 лет. И его уже, можно сказать, человек, как раз, сменил его на посту, потому что Громаковский умер в Великой Отечественной войне, его сменил Никита Иванович Казов, ленинградский архитектор. И вот они в 1941 году написали «Рукопись город в ближайшем будущем». И они там размышляют о том, что они в 30-х годах, в конце 30-х годов, реализовали все свои проекты или оставили их на местных архитекторов, и они уезжают из города. И в начале 60-х годов, через 20 лет они возвращаются, и вот они видят, как преобразился город. И там рассказывается, в принципе, вот планы, которые были у архитекторов до войны, да. Понятно, что планы во многом утопические, идеалистические, да. Это рассуждение, которое очень интересно смотреть, в том плане, что это видно, что была концепция, были конкретные планы. Как сделать город лучше? Как его застраивать? То есть не было такого, что сегодня мы здесь что-то строим, завтра мы здесь не строим, строим здесь, и так далее. И вот там было как раз у них такой кусочек большой про овраги. То есть они говорили о том, что овраги – это очень важно, потому что город развивается, он урбанизируется. Это было очевидно уже в конце 30-х годов. После войны население увеличилось до полумиллиона практически. И как раз архитекторы – это люди, которые отвечают за развитие горостроительства, говорят, что овраги нужно делать городской рекреационной зоной, потому что здесь во округе все равно, в любом случае, будет застройка очень активная, перерастает промышленные предприятия, и вот они планировали сделать там такую систему целую рекреационную зону, чтобы можно было кататься на лодках в центре города, чтобы человек мог после работы пойти и отдохнуть. К сожалению… Деревья и вода. Да, ну в общих чертах как бы так. И в принципе у этих людей, судя по их рукописям, по тому, что от них осталось, у них была идея сделать все-таки город зеленым. Сейчас эта концепция изменилась. В том плане, что это все идет к реально каменным джунглям. Здесь дело уже не в дымке, здесь дело уже совсем в другом. Дело в том, что, на мой взгляд, просто нет какого-то четкого плана, как это все делать. Поэтому и появляются дома некоторые, как грибы. То есть сейчас люди уделяются, как так, три дома у трудовых резервов на Кремлевском холме. Это вообще визитная карточка города была долгое время. И теперь люди будут выходить из Трифонового монастыря и что они будут видеть. Частные особняки каких-то непонятных людей, которые практически будут заслонять с собой Кремлевский холм и вечный огонь. Конечно, это все не говорит о том, что есть какая-то концепция. Это говорит о том, что все это какие-то кусочки, из которых складывается единый пазл. Этот пазл мне нравится не мне, не Валерию Федееву. В этом мы с ним согласны. Вот с чем мы с вами согласны. Концепция отсутствует. Она, очевидно, с ваших слов, должна существовать. Кто несет ответственность за это, за ее отсутствие? И вообще, стоит ли нести какую-то ответственность? Кто-то с кого-то должен спрашивать, только ли общество, общественники, активисты должны требовать. Или откуда-то что-то должно, как говорят, из федерального центра должно махнуть, сказать, что у каждого города должна быть концепция. Читайтесь. Мы будем следить строго. Или это областные власти, или это должно быть решение какой-то сильного главы города, как это бывало в Ужевске, как мы видим в Южкороле. Какой бы там ни был человек, принял решение, это его видение, и застраивается там Южкорола, вся набережная, каким-то домиком. Это сложный вопрос, потому что, по идее, я считаю, что это коллективная ответственность. Здесь должны нести ответственность и общество, и власть. То есть это достаточно разумно. Во многом философском. А хотелось бы, чтобы дошло до того. Потому что нужно понимать, что власть это отражение общества. И есть известный термин, который существует уже давно, это присказка, что народ имеет ту власть, которую он имеет. И, видимо, власть заслуживает. И, видимо, та власть, которая есть на муниципальном уровне, она, собственно, является зеркальным отражением того, что происходит в обществе. На данном. Но общество, конечно, растет, то есть власть может быть муниципальная, она даже как-то не догоняет общество в этом плане. Но что поделать, к сожалению, на данный момент мы видим то, что мы видим, мы это анализируем, мы с этим живем, но мы, естественно, не должны с этим мириться, по крайней мере. Нет, наверное, по поводу застройки города исторического части какого-то единого концепса у всех. Потому что есть огромное количество таких, опять же, гемогических тезисов, которые я постоянно слышу. Я сейчас часто хожу на общественное слушание города Министерства. То, что там говорят, примерно на каждом обсуждении любой стройки одно и то же. А зачем вы ходите на общественное слушание? Мне было интересно. Дело в том, что я долгое время не имел возможности туда ходить, а тут у меня получилось, что есть возможность, есть время сходить. Я решил сходить. И первый раз, когда я сходил, это как раз было обсуждение очень резонансной стройки на предкреске Казанской и Мопона. Я никогда не был на общественном слушании, мне было интересно, как это все происходит. Я все вещи читал, отчеты моих друзей, они мне рассказывали, ребята из строя Кировка, которые тоже постоянно это посещают. Я сходил, то, что увидел, это ужас, это кромешная тьма, это просто полный бардак, то, что было в обсуждении вот этой стройки, потому что, понимаете, там с одной стороны были люди, живые люди, которые живут в этом районе. Они, наверное... Которые, кстати, очень активно появились. Они молодцы, да, то есть это люди очень активные, они молодцы. Понимаете, нужно просто осознавать то, что у них всех работа, у них все семьи, они оторвались от этого, они занимаются вот этим делом, потому что им не безразлично то, что происходит у них рядом. Кому-то все равно, а вот они пришли. И они подготовились юридически, они, видимо, имели консультацию у юристов, еще что-то. И вот люди пытаются выступить. А другие люди, которые пришли в оппозиционной группировке, да, тех людей, которые выступают за застройку, на самом деле, там, как бы, таких людей было достаточно много, да, это была целая команда организована, насколько я понимаю, на это мое оценочное суждение. Вот. Они их постоянно перебивали, кричали им оскорбительные какие-то слова, мол, что ты тут говоришь, кто ты такой, и так далее. Потом привели какого-то мужчину, говорят, это кревет. Он говорит, это место у Тюремного замка, это не историческое, знаете, здесь в 15 веке вообще ничего не было, было голое поле. Просто прекрасное. Какого-то мужчину, то есть вы... Я не знаю, я первый раз увидел, мне говорят, это кревет, что кто это, я не знаю такого человека, да. Потом выступал архитектор. На мой взгляд, это самое нарциссическое выступление в моей жизни, я никогда такого не видел, то есть вообще, чтобы человек так говорил про себя. То есть архитектор поворачивается к жителям города, которые против этой застройки, говорят, а вы, собственно, кто? Вы кто? Вы знаете, я архитектор, я известный человек, я учился, я строил дома, я разбираюсь всем этим. А вы ведь не разбираетесь. Это очень унизительно, мне кажется. Зачем вы... Конечно, это унизительно, это отвратительно, понимаете? И архитектор сравнивает себя, я как Микеланджело, или я как Иван Чарушин, я вижу там... Серьезно? То есть серьезно, есть отчеты с этого мероприятия, да, то есть он говорил, что, знаете, вот в Париже стоит Эйфелева башня, первоначально тоже вот не всем нравилась Эйфелева башня, теперь говорят, шедевр. То же самое касается... Это уже подготовленное выступление на общественном, слушайте. А там все было так вот достаточно, на мой взгляд, все шло по сценарию, на мой взгляд, со стороны там тех людей, которые выступали за застройку. Их можно, наверное, даже похвалить, в том плане, что это хорошее, организованное мероприятие, да, и общественности надо тоже, наверное, в этом плане перенимать опыт, потому что все равно она разобщена, да, то есть были люди, которые жили в соседних домах, были просто какие-то общественники, но если бы пришел какой-то человек посторонний, да, он бы не знал эту ситуацию, просто сидел в зале, он бы, наверное, рассудил так, что большая часть людей выступает за застройку, потому что это было очень мощно, это было психологически в настоящий момент, это был прессинг, и, да, это было, на мой взгляд, просто отвратительно, все, то, что я там увидел, да, значит, когда министр культуры называют там по каким-то кличкам вообще, это просто ужасно, кстати, потом он ушел в отставку после этого, я не знаю, как это все знают, как они станут министром, как это все звездно, но мне очень понравились его слова, которые он сказал относительно этого мероприятия, вот сейчас мы знаем, что, значит, будет строиться пятиэтажный дом, насколько я понимаю, но это победа, с 10 этажа, нет, это не победа, это, знаете, это просто эпизод, на мой взгляд, но этот эпизод, я считаю, он был достаточно значим, хотя бы для тех людей, которые жили в соседних домах и которые обозначили свою гражданскую позицию, они столкнулись с тем, что происходит, и я думаю, что это их закалит, закалит, как граждан города, и я думаю, что очень многие люди, которые следили за этой ситуацией, они для себя сделали определенные выводы из всего этого, и я для себя тоже выводы сделал, какие? Ну, во-первых, очень мне интересно было посмотреть на это все, как это все происходит, да, я сделал вот, что, в принципе, на этом мероприятии третья сторона, администрация, глава Кирова, она, она, в принципе, отсутствовала, как таковая, то есть человек, который вот отвечает за градостроительство заместителя главы Морозова, насколько я понимаю, он, знаете, он, такое ощущение, что он просто сам устранился, то ли ему все равно, то ли он просто не ожидал, что так будет, но он просто, понимаете, просто иногда говорил, что, ну, ребята, успокойтесь, он никак это не режиссировал, он не обозначил свою позицию, так далее, и все это было очень пассивно, на мой взгляд, понимаете, очень пассивно, и создалось впечатление, что вот администрацию в этом вопросе, в вопросе застройки, их особо не ставят вообще, как-то, вот никак вообще, не негатируют их, соответственно, хотя, предыдущие, да, вот, да, и, соответственно, вот человек, который отвечает за градостроительство, курирующий заместитель, как-то он совершенно не проявил никаких эмоций, хотя, учитывая то, не ждали, да, все-таки ждали, что они как-то активно выступили, я, ну, пока сидел, вспомнил, до него был Юрий Красолин, да, человек очень неоднозначный на этом посту, но у него была, на мой взгляд, хотя бы харизма, то есть это был человек своего поколения, я вспомнил, когда был гражданский форум последний, тоже обсуждали все вопросы застройки, по различным струкам и так далее, и пришли тоже различные общественники, и, конечно, Красолин, он вышел там, на растерзание было, 50 человек, ему говорят, что вы делаете, и так далее, почему там у дворца пионеров такая ситуация, почему там-то строят, там-то, в конце Красолин, как бы, не выдержал и сказал, что, ребята, вот здесь многие, есть люди, которые немного у меня младше, даже старше, весь вопрос состоит в том, что земля честная, и мы не можем это регулировать так, как мы, может быть, хотели, и вообще, кто развалил Советский Союз, и вот так он сказал, кто развалил Советский Союз, и так вот, рукой махнул, и говорит, что, типа, вот, ну, нужно, ну, он намекнул, что, знаете, это коллективная ответственность вообще всех, то, что происходит, не нужно думать, что это ответственность одного конкретного человека, и если мы сейчас его загнобим, да, условно говоря, то, значит, все станет сразу лучше, это вопрос, который имеет долгие, причинные, следственные связи, вот, это тоже нужно учитывать. Мы сейчас приверемся на короткую рекламу, напоминаю, что вы слушаете особое мнение Антона Касанова, историка, автора проекта «Пешком повятки», через две минуты вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком повятки». Ну, вот, конечно же, темы туристические, развиваемые сейчас, потому что, так или иначе, вы участвуете не только в своем проекте, даже своими там репликами, отзывами, ссылками на вас, но и в других проектах, которые касаются развития внутреннего туризма. Цитирую Никиту Белых, гибернатора Кировской области, накануне, или нет, уже тогда, когда он привез сюда Сергея Долю, это известный фотограф, путешественник, блогер, вот, что он, Никита Белых, написал в своем живом журнале. «Я не расписал о том, что развитие внутреннего туризма это один из важных приоритетов работы правительства области. В Кировской области есть места, которые способны привлечь не только российских, но и зарубежных туристов». Вот он приглашает Сергея Долю, с удовольствием сейчас все его блоги выкладываются всеми абсолютно СМИ Кирова. Он выдает один за другим посты о нашем городе и о нашей области. Цель приглашения, понятная, наверное, создать вот такие вот блоги, чтобы привлечь, чтобы распространить информацию о привлекательных с туристической точки зрения местах нашей области. И, кроме того, Никита Юрьевич сказал, что он попросил высказать свои идеи по развитию туризма в нашем регионе этого самого Сергея Доли. Как вам нравится такой ход нашего губернатора? Как вы относитесь к этим публикациям? Я имею в виду блоги Сергея Доли. И действительно ли такими способами тоже можно привлечь туристов? Ну, я думаю, да, потому что это общая практика блог-туры, привлечения блогеров, лидеров общественного мнения. Это абсолютно нормальный, естественный процесс, который происходит абсолютно везде, во всех странах, всех субъектах Российской Федерации и так далее. У нас идет губернаторики инициатива, ну, в принципе, ему близка эта тема, лично, насколько я понимаю, и в этом плане он, я считаю, прав. Что касается Сергея Доли, то мне довелось с ним пообщаться, то есть я провел для него небольшую экскурсию. Мы с ним поговорим. Вот в этот период, когда он здесь был. Да, в этот период, пока он был в Кирове. Очень интересный человек, конечно, как блогер, я все-таки достаточно давно уже сижу в интернете в ЖЖ и везде, читал его посты, и мне было интересно с ним переговорить и показать, что вот Кирове весь любопытный с моей точки зрения, да, то есть какого-то человека, который интересуется историей. Вот. Ну, у него свой взгляд, взгляд профессиональный, действительно, доля может указать на какие-то моменты как позитивные, так и негативные. Например, вот он отметил, что все-таки нужно оживлять пешеходную улицу с Пасху, что там должно что-то еще появляться, чтобы там были люди. Да, не в этом вопрос. Больше, не больше, просто нужно туда привлекать людей, чтобы там что-то было, может быть, какие-то малоскульптурные формы, какие-нибудь магазинчики еще, там, кафе и так далее. То есть, это он обратил внимание, он сказал, что, наверное, в этом, может быть, стоит еще тут поработать. Вот, то есть, ему это в глаза бросилось. Ну, действительно, было то ли суббота, то ли воскресенье, нет, по-моему, пятница была, и там время в 8 часов вечера, там никого уже не было на этой улице. Но это факт, на самом деле, улица хорошая, все практически здания исторические, но нужно еще оживление, да. Соответственно, я думаю, что экспертная оценка Сергея Доля, она достаточно компетентна, и думаю, что те пожелания, которые он высказал, они будут приняты, конечно же, руководством, области, ну, естественно, области, потому что у нас импульсы идут по развитию туризма от области. То есть, не знаю вообще, что это город предпринимает в этом или нет, да, но то, что делает область, это совершенно очевидно. Я... Не слышали, предпринимает ли город к этому. Не знаю, я не знаю об этом совершенно. Не слышали. Я вижу только то, что, например, сейчас сквер времени 50-летия октября начали ремонтировать, да, как-то вот в разгар как раз туристического сезона и сезона отпусков. Мне кажется, что, опять же, нарушены причины следственной связи, потому что подготовка к турсезону идет до турсезона. То есть, например, когда шла установка навигационных указателей, табличка с кьюрокодами, указатели на дороге, все это шло весной, до лета. То есть, здесь все было разумно. Это тоже была инициатива от должного проекта. Да, это тоже сверху, да, как бы, шла инициатива. Там разные совершенно люди, и губернаторы, Алексей Александрович Вершинин, и Роман Береснев тоже в этом участвовал. А вот интересно, потому что уже сколько лет проекту «Пешком Повятки». У вас третий год. Третий год. Я сейчас внимательно слежу за тем, что выкладывается в Фейсбуке, но, по крайней мере, все наши спекеры, гости, которые приходят в студию, они у меня там есть, потому что мне это необходимо для работы. И я регулярно вижу фотографии, практически каждую неделю, что тот или иной человек побывал вот сейчас, этим летом, походил «Пешком Повятки» в рамках вашего проекта. Вот постоянно это вижу, в том числе вижу и чиновников областной администрации, депутатов областного законодательного собрания. А видите ли вы этих людей и видите ли вы чиновников городских, например, которым интересно? То есть, понимаете, какая проблема? Дело в том, что к нам приходят уже, там, сейчас данный период времени до ста человек, даже более ста человек. И, конечно же, я не могу знать этих людей. Я практически никого не знаю, вообще, кто приходит. А Станислав Суворов делает фотографии, то есть мы иногда зовем наших друзей, кто любит фотографии. Ну, как, наверное, же вы выделяете. Вот если пришел городской чиновник, там, или какой-нибудь депутат? Нет, я не знаю. Тем более, что я не знаю этих людей практически никого. И то, что вы говорите, а кто из депутатов ОЗС? К нам приходил кто-то, что ли? Да. Я не знаю, кто приходил. Да, да. Приходили. А вы посмотрите. Нет, ну расскажите, кто приходил. Я знаю, что Михаил Курашин был. Курашин? Ни разу не был Курашин. Правда? Нет. Ну, значит, просто кто-то очень мне знакомый. Сейчас вот я не найду, но точно были. Ну, просто нужно назвать фамилию. Вот сейчас. И сейчас не назову. А вы не назовете, да? Ну, я не знаю. Я не видел. Посмотрим внимательно. Ленту, если вам действительно это важно. А нет, мне интересно, да. Но я, понимаете, я никого не выделяю из тех людей, которые приходят. Для меня это все люди, они равны. В том плане, что есть два субъекта. Это слушатели и есть человек, который ведет их. Эти не для того, чтобы спросить, у вас равны они или не равны тут. Мне кажется, что если бы на эти экскурсии приходили там чиновники и депутаты, городские, да, то, наверное, может быть, что-то там бы будоражилось, они проявляли бы заинтересованность и как-то, может быть, какой-то переключатель сработал, они нашли бы для себя какое-то тоже поле для деятельности. С этой точки зрения. Наверное, это важно тоже, да? Наверное, это важно, да, потому что все равно знать свой город это очень там необходимое, соответственно. Но, понимаете, в чем проблема? Информация лежит легко и просто. Есть группы в социальных сетях. Найти анонс прогулок это проще парень или репортить. Соответственно, специально мы никогда никого не приглашали. Никогда. Вот ни одного человека, что вы придите, пожалуйста. Такого никогда не было. То есть люди сами высказывают желания, они приходят. То есть Алексей Александрович в том году, он хотел прийти, он пришел. Ну и вас часто областное правительство призывает там, да, там, в Венедиктово там показать наш город, долю привезли, показать наш город. А городские-то обращаются? Они от городской власти ко мне в принципе не обращались. Не обращались. Я не знаком ни с кем там вообще. И ни с кем до сих пор. То есть, ну на самом деле, я думаю, что это не значит, что они никому не показывают город. Наверное, у них есть свои какие-то люди, которые компетентны в истории и рассказывают про это. Вот, то есть. А что касается, еще раз хочу подчеркнуть, что мы никогда никого не приглашаем. Вот люди сами приходят и это здорово, потому что это инициатива снизу. Это не значит, что кому-то сказали иди посмотри. Вольше становится людей. Ну в этом году то у нас вот месяц июль он вообще был очень таким массированным. То есть, очень много народу ходило. И народ обновляется постоянно. И в том-то и проблема, что, видите, это не проблема, это просто такой нюанс, что вы говорите там кто-то пришел, а я не знаю, кто пришел-то, потому что я зачастую в лицо не знаю этих людей. То есть, поэтому я не могу сказать, кто пришел, кто не пришел. Люди пришли, я надеюсь, что у них осталось после этой прогулки что-то внутри себя, какие-то знания, какие-то эмоции. Я надеюсь, что они приобретутся в будущем. Вот полминуты, потому что нужно, мы традиционно об этом говорим, проект вы не закрываете и будете развивать дальше. Потому что вы когда-то заявляли, что это дело такое для души, а сейчас такое ощущение, что они нужны профессиональные уровни выходят. Дело в том, что да, мы на следующий год получили грант уже и в соответствии с президентским грант мы получили и соответственно мы по этому гранту прописали себе определенный объем работ, который мы хотим сделать и то, что мы не могли сделать раньше, потому что у нас совершенно не было средствами для того, чтобы не было инструментов. Что тут нужно сделать? Да, то есть соответственно мы сейчас будем перезвать путеводителя намного большим червежом, чем он был раньше. Потом будем делать очень, на мой взгляд, крутой сайт, где мы будем аккумулировать всю эту информацию, которую мы саккумулировали, сконцентрировали. А на какой направленности будет это? Это будет очень многофункциональный сайт, то есть с одной стороны мы там сосредоточим большое количество историко-кровической информации про историю, архитектуру города, то есть то, что долгое время у нас копилось. Потому что в социальных сетях все это теряется. Вот. Второе, то, что будет по сайту, это анонсы прогулок, это то, что касается туристической инфраструктуры, то есть будем делать подробную карту со всеми объектами, которые, и с описанием объектов, историческими справками того, что есть на территории города. Плюс ко всему, это будет касаться также и нашего сообщества в рамках городских, сотрудничества городских сообществ, в которые мы тоже входим. То есть будем пытаться поддерживать также через сайт и велосипедизацию тоже, и красивый киров, и так далее. Там сделаем отдельный раздел, посвященный этому, то есть какие-то новости и так далее. То есть у нас мы хотим выстроить такую многофункциональную, сложную такую структуру, чтобы она не только была историко-кровической, как кабинетная историко-кровической, и не только экскурсионная, как прикладную, то есть вышел, погулял. Но чтобы она была сложной и разной, это только часть той деятельности, там очень много на самом деле. Но сайт это дело такое серьезное, мы знаем, кто связывался с сайтами, что создать красивый, хорошо функционирующий и наполненный контентом сайт, в общем, непростое дело. А когда вы ожидаете, во-первых, приход денег по грамоте, и когда вы думаете, будет запущен сайт? На самом деле, мы работу по сайту уже начали сейчас прямо. То есть не дожидаясь. Ну то есть там не все стоит денег, на самом деле. То есть какие-то организационные моменты, накопление материала и формирование самой концепции, вот это все у нас идет сейчас летом. То, что касается финансовых дел, то они начнутся уже с следующего сезона. Успеете к следующему сезону? Я думаю, да. Но если у нас по плану стоит запуск сайта где-то к марту следующего года, то есть как раз следующий сезон начинается весной, и я думаю, что к весне у нас уже будет готовый сайт, и путеводитель уже мы сможем распространить, и он будет уже в широком, так сказать, обзоре, плюс еще ряд каких-то проектов, то есть наших планов, там звукоусилищу какую-то же аппаратуру купить, потому что из звукоусилища только мой голос, да, и сейчас город очень сильно комбанизируется по-прежнему, то есть машин становится все больше, и была, например, идея провести прогулку по Октябрьскому проспекту, там много всего интересного, но это нереально без микрофона. Антон, остается буквально полторы минуты, почему вы ушли из туристско-информационного центра Кировской области? Как нам казалось, это как раз тот ресурс, который вам можно было использовать, чтобы вы сделали все то, что вы сейчас делаете с помощью гранта. На самом деле здесь нет ничего страшного, люди все живут и умирают, работают и не работают, то есть, поэтому здесь не произошло ничего экстраординарного, то есть, в принципе, здесь достаточно обыденная ситуация, то есть, я проработал, те проекты, которые были в начале года, они все сезаемы, то есть, их все можно увидеть. Не увидели возможности своего дальнейшего развития в рамках работы в этом центре? Нет, то, что я для себя намечал, в принципе, это было сделано, то есть, в этом плане. Вот вы сейчас говорите про сайт, который вы создаете, а собственный сайт visitkerov.ru, он тоже должен был именно это освещать? Нет, это несколько разные вещи, на самом деле. То есть, то, что мы делаем, это наше, в том плане, что это индивидуальная труд деятельности двух человек, то есть, и плод того продукта, который мы делали раньше. То есть, это все, как бы, такое субъективное. А то, что касается visitkerov, то это такой сайт, который общий, то есть, у всех центров культуры и туризма есть сайты, и на всех этих сайтах примерно должна располагаться на той же информации. Как вы сейчас этот сайт оцениваете? Он, в общем, востребован, удобоварим для туриста, приезжающего в Киров? Я имею в виду visitkerov.ru? Ну, не захожу на этот сайт. Мне это совершенно не нужно. Зачем я захожу? Ясно, оценки не может быть. Последний вопрос сайта Алексей задает, и очень коротко, планируете ли вы в дальнейшем принять участие в политической деятельности региона, либо, возможно, в работе общественной палаты? Ну, ничего нельзя исключать. Планируете? Я хочу сказать, что ничего нельзя исключать, но на данный момент все те планы, которые у меня есть, они связаны с развитием проекта пешком порядке. Ну, и вот Александр задавал вопрос по поводу творческих планов на 16-й год. Я думаю, что мы частично ответили. Ну, да, и, конечно, это тоже новый сезон прогулок, который мы будем делать в следующем году, и можно сказать, что планов на следующий год очень-очень много, и я искренне надеюсь, что все это удастся осуществить, потому что все это то, о чем мы очень долго уже думали, планировали, и вот сейчас появляется реальная возможность сделать это. Спасибо. Это было особое мнение Антона Косанова, историка, автора проекта «Пешком по вятке». Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.